В Лапино акция проводилась впервые, но желающих сдать кровь среди работников госпиталя оказалось немало. Сейчас с усилиями московского правительства удалось стабилизировать ситуацию. Москва полностью обеспечивает себя за счет компонентов крови, заготовленных станцией переливания крови и ее отделениями. Мы практически полностью перешли на безвозмездное донорство. И именно поэтому медицинская помощь и высокотехнологичная, и неотложная, вся оказывается в должном объеме. И компоненты донорской крови сейчас поступают в достаточном количестве. Процедура очень проста. Для начала донору необходимо заполнить анкету, в которой указываются необходимые сведения о состоянии его здоровья и образе жизни. Затем слегка подкрепиться, выпить чай с печеньем, после чего его осматривает врач. Он анализирует полученную информацию и принимает решение о допуске к сдаче крови. При этом соблюдается врачебная тайна – запрет сообщать кому-либо о состоянии здоровья донора. После ему предлагают сдать анализ крови из пальца. Это необходимо, чтобы определить уровень гемоглобина и резус-фактор. От результатов этого анализа зависит, сможет ли человек в этот день стать донором. Сегодня сдать кровь в клиническом госпитале Лапина и помочь всем нуждающимся, и взрослым, и детям, могут не только сотрудники госпиталя, но и любой желающий житель Одинцовского района. Я также не осталась в стороне. Процедура осуществляется в максимально комфортных для донора условиях – в специальном донорском кресле. На предвече накладывается резиновый жгут. Кожа дезинфицируется, после чего производится забор крови или ее компонентов. При этом используются стерильные одноразовые инструменты. Донору нужно несколько раз интенсивно сжать и разжать кулак. Часть его крови отправляется на анализ. После окончания процедуры на локтевой сгиб накладывается повязка, которую можно будет снять через 4 часа. За 10 минут можно взять 450 мл крови. Главный врач госпиталя, несмотря на свою занятость, также поучаствовал в акции, хотя уже через час ее ждали в операционной. Учитывая, что я работаю главным врачом и присутствую на очень многих операциях в нашем госпитале, я прекрасно понимаю тему крови, когда ее не хватает, когда она экстренно нужна, и хочу внести свою лепту в это благое дело. После сдачи крови донору выдается справка с правом на льготы и привилегии. Также донор получает денежную компенсацию на питание. После процедуры необходимо восстановить силы. По словам главного врача, такие акции теперь планируют проводить ежегодно. Я решила стать донором по собственному желанию. Для меня это важно, ведь моя кровь может спасти кому-то жизнь. Мила Тарасевич, Артем Момоносов, телекомпания Одинцова.